Что будет этой девочке, когда она придет домой и мама увидит, как она просто ножницами обрезала себе челку? Им не страшно, чтобы слайм попал в волосы? Это же все-таки девочки. И как его потом отзереть от волос? Я не понимаю. Всем привет, ребята! Меня зовут Даша. Добро пожаловать на канал. Как вы уже поняли по предыдущему ролику, теперь этот канал буду вести я. Это мой первый опыт на YouTube, первая вообще моя такая серьезная съемка. И я бы хотела, чтобы вы меня поддержали, оставляли свои комментарии, ставили лайки. Ведь канал все-таки миллионник, а я одна, и мне трудно, мне сложно. Я очень волнуюсь, очень переживаю и очень рассчитываю на вашу поддержку. Ну, не будем долго тянуть резину и начнем уже смотреть видео. Как вы уже поняли по названию, я буду сделать свою реакцию на видео лайк. Кто, кстати, не знал, теперь это предложение называется не лайк, а лайки. Всем привет, и мы сейчас будем есть, я сейчас буду есть эти вот орбизики. Я не знаю, что со мной случится, это получается химия какая-то. Она дурочка. И я их буду сейчас кушать. Я съем целых пять штук. Посмотрим, какая будет моя реакция. Я боюсь. Получается, вот все орбизики. Вот, я их съел. Ей плохо. И все. Мне вот интересно, она действительно съела эти орбизики, или это все просто была постанова? Потому что, в принципе, это выглядит как действительность. Она, по-моему, действительно положила их в рот. Ну, как бы, почему из них образовалась пена? Может быть, кто-то знает. Потому что, судя по тому, как девочка в конце посмеялась, я думаю, что это просто все был ролл. Это уже не первое видео, которое я вижу в лайке. И я так понимаю, это в трендах, потому что многие это записывают. И, судя по видео, я так понимаю, что эти все вкусняшки, желешки, они падают не к ним в рот, а просто спускаются и падают на пол. Они просто делают вид, что как бы они их едят. Если вы заметили, то видео было снято в школе, и сейчас уже вот-вот в преддверии. Скоро 1 сентября, я думаю, таких видео будет еще больше. И если присмотреться, смотреть не на девочку, а смотреть на мальчика рядом, можно увидеть, как он смешно танцует, пытается повторить за девочкой. Ну, я думаю, это просто достойно лайка. Мне всегда были интересны свойства слайма. Кстати, никогда их не делала, и я очень сильно удивляюсь, когда вижу такие видео, на которых девочки просто берут их, растягивают, и получается огромный пузырь. Я, если честно, не понимаю, как это возможно. Это просто похоже на какой-то большой желатин, но это действительно так залипательно. А еще мне было интересно, как им не страшно, чтобы слайм попал в волосы. Это же все-таки девочки. И как его потом отзиреть от волос? Я не понимаю. Понятно, что это видео постановочное, снова же таки наигранное, и мне, и вам это понятно. Но, что действительно интересно, откуда у них такие большие деньги? Кто доверил такую большую сумму детям? Ребята, ну это уже серьезно. Вы вообще видели, как телефон просто упал из его рук и полетел вниз в многоэтажке? Я очень надеюсь, что это была постанова, и что парень действительно знал, что он упадет. Это был никому не нужный телефон. Ведь если это был его телефон, и он его так случайно уронил, я думаю, ему уже новый просто не купят. Ребят, просто без разговоров я кидаю. Портфель полетел. Полетел. Гриша! Это видео, скорее всего, должно было бы называться «Скоро школа». Ведь я думаю, каждый из вас, ну точно уже я, выкидывали свои портфели из окон школы. У каждого это было. Ну зачем это было сделано на этом видео, я не понимаю. Я думаю, что портфель был пустой. Ну, для чего это было сделано? Снова же таки, наверное, это ради хайпа. Как вы думаете, выкидывали ли вы свои портфели из окон школ? Бум, бэм, 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 ба. Ба-да-бап, бум. Пау. Блин, ну ребята, ну я не понимаю, как это возможно. Я уже который раз вижу такие видео на просторах интернета. Объясните мне, как это работает. У них была целая шоколадка, они, так сказать, забрали из нее кусочек. Даже не ровную, цельную пластинку, а кусочек. И у них снова же таки стала ровная шоколадка. Я этого не понимаю. Я так чувствую, что после съемок этого видео я просто побегу в магазин, куплю шоколадку и буду сидеть и экспериментировать. Извините, можно? Здравствуйте, я к вам на собеседование. Присаживаться, да? Угу. Я хочу устроиться к вам работать. Смотрящий. Изначально, посмотрев это видео, я сначала подумала, что там два кота, но оказалось, что рядом была игрушка. Ну, вы просто посмотрите на мордочку этого котика. Он сидит так невозмущенно, как будто к нему действительно пришли устраиваться на работу. Я бы, наверное, устроилась бы к нему на работу. Итак, проверяем тренды в магазине Сулелецкий. Так, говорят, если медленно крутить, то выпадут две жвачки. Давайте проверим. Так. Выпала одна жвачка. Это не работает. Обман. Посмотрев это видео, я действительно задумалась, почему я не крутила раньше так медленно. Ну, хотя, конечно, у нее ничего не получилось, но а вдруг? Раньше было так много этих автоматов со жвачками, автоматов с игрушками. Сколько игрушек было у всех, мне кажется, дома. Я думаю, девочка действительно расстроилась, когда выпала одна штучка. Она ведь так старалась, медленно крутила. Ну, раньше, я знаю, люди и пальцы засовывали, чтобы жвачку своим деткам достать. Ну, не вышло так не вышло. Ну, лицо у девочки, конечно, было возмущенное. Вы вообще видели, ребята? Ну, правда, я не понимаю, ну как это возможно? Они одновременно наливали себе воду в стаканы. И почему над мальчиком не полилась вода? Изначально я думала, что это просто обратная съемка. Но снова же таки, пересмотрев видео, я поняла, что нет. Как это возможно? Я не понимаю. Блин, тебя сюда надо, у тебя сейчас такое лицо. Ну, как можно комментировать такие видео? Сидит такой милый ребенок, и, блин, откуда он знает вообще маты? Где он их услышал? И мама еще при этом всем просто смеется. Это неправильно, и не стоит вообще ругаться при детях. Хотя, я думаю, что она, наверное, его ругала из-за того, что он просто сидит за компьютером очень долго. Все-таки наши дети сейчас планшеты, компьютеры, им сейчас только это интересно. Ну, все-таки, то, что он так ругается, это в одно время и забавно, а в другое, ну, не должно так быть. Это все-таки ребенок. Мой лоб. Ну, это уже видео такое посмешнее было. Хотя, в одно время я не поняла, зачем она положила коврик на пол. Он же ведь явно был скользким. Ну, и больше всего мне понравилось, как девочка после того, как упала, она просто обстала и пошла. Ну, хотя это возможно, она просто не заплакала, потому что все-таки видео записывала. Это первое видео, которое я видела наподобие. Мне интересно, девочки сами до такого додумались? Ну, это было креативно, интересно. И я все-таки думаю, что после себя девочка убрала мусор, который она достала из мусорки. Давай, девочка. Жди. А ты нормально, кстати. Она реально челку поставила. Еще не ручит. Если по правде сказать, первая моя реакция на это видео была, и я тоже захотела челку, если сказать честно. Кстати, я очень долго ходила с челкой. Ну, и потом я задумалась, что будет этой девочке, когда она придет домой, и мама увидит, как она просто ножницами обрезала себе челку. Ну, кстати, девочке очень красиво. Что в голове у нормальных людей? Что же выбрать, джинсы или платье? Не, все-таки джинсы. Я вас обожаю. Ну, и что происходит в голове у меня? Как правильно какать? Значит, расслабили живот, выпрямили спину и какайте. Не могу. Какать никому не захотелось, нет? Мне кажется, каждый видел эту передачу, или, по крайней мере, видел бы резки из этой передачи. Что в голове у этой женщины просто? Как правильно какать? Я думаю, вы задумаетесь после этого видео над этим. Нужно отдравить хату до блеска и молиться! Но прыгать будет высоковато. Просто заранее соберу вещи и пойду жить в детдом. Нужно спрямить все холодное оружие и ремни. Интересно, вымытой посуды будет достаточно или лучше еще попылесосить? Цветы для любимой мамочки. Кажется, я давно не звонила бабушке. Алло, Бака, дела в деревне? Можно я перекантуюсь у тебя пару дней? Вот бы там забирали деньги на жалюзи и новый паркет. А может, училка забудет и ничего про меня не скажет. Но это вряд ли. Я дома! Дочь, нам надо с тобой поговорить. Спит, что ли? Всего 7 часов вечера? Ах, ладно, завтра поговорим. Высоковато. Просто заранее соберу вещи и пойду жить в детдом. Нужно спрямить все холодное оружие и ремни. Интересно, вымытой посуды будет достаточно или лучше еще попылесосить? Это видео мне напомнило, как я в свои школьные годы ждала маму из школы. Попылесосила, вытерла пыль, помыла посуду и делаю вид, что я легла спать или быстро убегаю гулять. Мне кажется, у каждого такое было. Каждый из нас боится, когда мама приходит из школьного собрания. Кто-то учится плохо, кто-то учится хорошо, но ты никогда не знаешь, похвалят тебя или все-таки отругают. Да, ёжкинки, котики! Я сейчас котик дам. О, ребята, наконец-то видно, что это видео не постановочное. Ну, хотя тоже я задумалась, а вдруг это был не настоящий телефон? Вдруг это была просто игрушка или девочка что-то положила? Хотя тоже почему бы другая девочка так переживала? Она все-таки так обрадовалась, когда она якобы встала с качели, но и потом качели все-таки упала. Ну, над этим стоит, конечно, подумать. Но все-таки я думаю, что это правда не телефон. Ну, все, ребята, это было последнее видео. Я надеюсь, оно вам понравилось, потому что мне было очень интересно смотреть видео и, скажем так, делать реакцию. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не судите меня строго, это было первое видео. Я надеюсь, оно вам все-таки зайдет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok